Золотистые струны, напоминающие лучи солнца, изящная рама, как крыло огромной бабочки, благородный звук и мягкий серебристый тембр. Неудивительно, что именно арфу считают самым красивым и сказочным музыкальным инструментом. История создания ее уходит в глубокую древность. Считается, что прародитель арфы – обыкновенный охотничий лук. Молодой охотник услышал во время того, как он натянул птичеву лука и выстрелил, что она издает красивый звук. Ему этот звук понравился, он рядом решил натянуть еще один. И еще один. И таким образом появилась самая первая и простая арфа. На музыкальном лектории зрители погрузились в античные времена. На сцене было представлено три вида арф. Педагог Айдана Карашева рассказала об их различии в звучании и интересные факты инструментов. Гости насладились музыкой нескольких жанров и эпох. Особенно завораживающей стала мелодия из оперы «Орфей и Евредика», ярко воспевающая чувство и преданную любовь героев греческой мифологии. Уже больше года Айдана Карашева обучает игре на этом музыкальном инструменте своих воспитанников. Для восьмилетней Таисии Рычковой нынешнее выступление первое перед большой аудиторией. Девочка занимается всего полгода, но в репертуаре юной арфистки уже несколько этюдов и пьес. Мы ходили в церковь, и я увидела ангелочка с арфой. Мне захотелось играть на ней. А вот Ольга Левченко на сцене не впервые рассказывает, что выбрала этот инструмент из-за необычного звучания и красивой формы. Трудно ставить пальцы, ноты узнать, где какие располагаются. Но еще есть арфы, которые цветные ноты, там легче узнать, где какие ноты. Волшебные звуки арфы не оставили равнодушным ни одного слушателя. А возможно, у кого-то даже вызвали желание учиться игре на этом инструменте.